большой привет передаю нашим подписчикам которые смотрят нас наши прелестные все видео которые мы рассказываю показываем как мы живем в Германии что мы делаем в сегодняшнем случае у нас каникулы и мы просто сделали вот такой мукбанг мы сходили в магазин альди и купили форель по скидке форель по скидке сколько вообще форель не помнишь стоило около 6 так около 6 евро стоила форель 500 грамм а потом мы взяли и за 4 евро 30 процентов была скидка на такую вот форель мы ее запекли где форель где глаз форель на глазах я не знаю где он где-то на противне остался я кстати никогда не ела такую на форель настя ну давай ты будешь на каком-то одном уже этом говорить я гноблю на все ребята я хочу сказать от меня тоже большой привет я за кадром честно не люблю сниматься в мукбангах ну как то видел тот видел мы решили его удалить потому что там начались эти комментарии непонятные и много людей короче подписывалась не видим смысла вообще об этом все говорить поэтому нашем канале больше про политику ничего не будет будет развлекательный наш контент довольно развлекательный как мы живем вообще в германии нет но про германию контент будет по-любому конечно сейчас просто как они политически если вы сейчас там особо видите что ничего интересного не происходит я вам скажу это связано с тем что ну некуда нам все сходить да вообще мы находимся в таком городе что можно так сказать да я тоже смотрю запах обычно это убрала там это можно есть что есть учет его нас тут это вот я это не буду это для нжавы или как они там называют это нас есть там уже вот же какой-то не хочу я буду кушать и форей давайте будем удивиться жалко лимончика у нас нет не знаю гармония кстати чтобы найти что-то вот такое рыбу вкусненькую это надо ехать нидерланды как-то ну конечно нам далековато дадим по треватке такая вот филешка я думала что она будет красной я тоже давайте попробуем жалко же костей есть хватает аккуратно перца надо было больше я не подумала а я буду сейчас сидеть и тут чавкать людям но я наверно ближе поставлю вы увидели бы какой у нас самодельный штатив вы были бы в шоке вот так я думаю так нормально так говорю уже чтобы не обращать внимание что пока что когда там да про курсы я сейчас расскажу говорю что вы не обращать внимание сейчас контента нет сейчас пойдем обратно на курсы все начнется еще интересней и я думаю что контент будет конкретный ну покажу вот так сидим дома ничего такого не происходит кроме то что немецкие задания сейчас выполняем которые нам давали на уроках наперед на кого лет задания на каникулы чтобы сделать 4 стол в нам дали 400 там звание на сделать и мы это проходим пока что делаем с горя пополам но питаемся как только как только что-то будет интересно так мы расскажем на сегодня мы хотели бы с вами поговорить такую тему мы обещали вам еще помню подписал комментариях по поводу онлайн курсов мы прошли одно занятие у нас было салатика так нормально наставлю буду придерживать марафет это юлиста марафет юлиста что мы хотели поговорить онлайн уроках без курсов проходили попробуем бойко рука короче ближе к теме они нашла без курсовный урок на инстаграме и предложила мне тоже противо мы записались на следующий день это было позавчера мы согласились и нам дали ссылку прийти в телеграм мы перешли и там была эта учительница анастасия кстати она большой молодец в плане то что разговаривает конкретно на украинском языке зато она молодец очень без ошибок грамотно все поставляла и вот мы пришли посылки перешли смотрим в телеграм-группе будет участвовать пять человек участников которые будут с нами также проходить этот бескуштовный урок онлайн короче и прошло уже время 6 вечера на 6 вечера где-то так на 6 вечера начался наш урок мы зашли по ссылке нужно было скачать зум приложение думаю знает мой все и по зуму вот так мы общались онлайн с этой анастасией кстати ей 20 лет вообще молоденькая молодец перешли и она начала рассказывать нам что к чему что мы будем проходить какие уроки к чему вообще обучает их не школа и что было в итоге весь урок длится 55 минут с этих 55 минут ушло только 20 лучше вы поняли на немецкий язык все остальные 30 минут ушло на то что она объясняла чему обучать школа что привет что вообще-то это школа значит и так далее короче можно было бы это название не пробный урок до знакомства с нашей школы до знакомства с нашим такие громкие заголовки пробные зачем ну давайте отдельное видео выставите нарушу вас там школа там идеальная не идеально и так дальше человек пришел он хочет понять какие ему знания будут давать по еще будем давать уже прием чтобы я первый урок сообразил что я буду изучать 20 минут нас ушло просто на то что мы все же рассказали кто мы откуда но на немецком приветствовали там приветствие было что там еще было мама папа ты я друг подруга собака животное все и все что она сказала аккуратно тоже на курсах не могли понять что-то она раздупила ну все по сути да не да вот как-то время так быстренько пробежала на быть аккуратно старе бы я заметила честно вообще она никакая и потом короче вот мне там так скажу во мнении вообще именно по уроке а дальше вам расскажу вообще трэш чтобы было во время урока будете смяться руккола тяжело живется уже извиняюсь горько да что там очень горько каждый раз в олдин ауди пелико альди руккола раз так хоть без скидки хоть по скидке хоть без скидки выращенная по ходу поэтому что так лучше не нравится запах прям рыба будто выращивалась земли честно напишите ребята поели вы форель вот такую вот я думаю вы часто видели решили не знаю сюда я видела на что-то не брала решили кто же скидка было так вот счет курсов не понравились мне я не эти курсы потому что я для себя приняла решение что лучше я пройду онлайн одним учителем что в классе никого не будет будут только я одна интеллектуально или как это называется индивидуально и буду проходить просто с учителем потому что сбиваться вот это все так вот мало 55 минут но запомнить что будет нереально особенно когда группы будет там пять шесть семь а то и восемь человек в 55 минут уложиться и запомнить всю информацию будет нереально хотя они уверяют в обратном просто не этот директор школы с которой же списывалась договаривалась про этот пробный урок пишет ну вернее я и написала короче она первая мне пишет что как вам наш первый пробный урок все такое все хорошо ты рыпали на она говорит давайте тогда выберем с вами на какой вас курс записать 8 не 16 метров 32 дня я и говорю наверное откажусь потому как я чувствую что мнение будет хватать 55 минут для изучения будет хватать попробуйте все остальное короче я и дала понятия как за лишь быстрее бы до человека тем более очень дорого не реально с этим протупили это что они вот это потратили время на 30 минут тупо тему знать о том что там про ихнюю школу рассказывать ну извините я пришла что понять или чего мне не для чего а чтобы вообще будете изучать за что я день не плачу да ну извините потому что много тоже хотят блин она 4 до 1000 на 4 тысячи до сколько дней они минуты по 2 не 4000 это два месяца каждый из этих двух месяцев месяцев 8 уроков до 8 уроков по 55 минут типа бета все бессмысленно она просто тему и надо быстрее это все пройти все если бы индивидуально то нормально а вот когда много людей в группе то не давала что было дальше начался урок с этих пять участников онлайн была только я аня и женщина татьяна не знаю откуда она заводила я забыла наверно не ползала не некий это татьяна до германии она не проходит курсы немецкого языка но не ходит на как мы интеграционные курсы а просто говорит я для себя для то чтобы общаться начать потому что мне нужно хочет дальнейшем как-то хотя надо все равно изучать и ходить по-моему она стала для работы не ну короче не важно мы во первых ее не слышали я вам сейчас расскажу в чем прикол она как только зашла с нами по этой ссылке по видеосвязи вот это она не сразу подключилась сразу как только она появилась там потом божий крик шум у него в той квартире у нее там где она находится в доме не знаю ребенок на руках у него в одной руке телефон говорит одной руке представляете на говорит другой ребенка держит а и говорят типа анастасия наша учительница говорит татьяна вы там записывает короче этот ребенок начинает орать мы с вами ничего не слышим учительница говорит мы не слышим потому что этот ребенок орет это татьяна бегает по квартире она пошла на кухню ела салат я была в шоке да да я вас слушаю типа что-то надо ответить ну такое честно отношения зачем типа я понимаю жена такая сама по себе но зачем портить людям в один раз она сказала я выбачаюсь все так совпало с мужем короче стояла общалась муж там что-то и спрашивает короче она пошла уже к мужу комнату что там уже говорит она ему говорит я сейчас тут курсы прохожу типа сейчас подожди сейчас поговорю что там короче так было ужасно стороны ты не слышишь тебя там учитель задает вопрос на которых я вот сбилась кстати говоря из-за неё мне учитель задал вопрос я ее услышала она мне задал вопрос и в тексте было своего а я не помню короче мне она сказала одно слово мне послышалось другое которое она перед этим сказал из-за того что я не слышала что у меня это татьяна сбила на мне взбесила я неправильно ответила говорю извините анастасия я не чула потому что перебивала перебивала мене татьяна она ничего страшного потому что татьяну начала задалбывать татьяна вы будете з chceまиться продолжить этому לא ben рекоменда Вика выключайте andar людей переключать она не отключала тут ребенок она мне укоро тут ребенка покиньте а neatly знает у ребенка шесть лет этому ребенку уже привести три четыре года когда реально я не поняла может там еще какой-то ребенок хотим а еще на перед этим сказала татьяна это я буду звал это не сын буду вы в чат и не мать умолу я думаю как но он же горит у тебя маленькие ничего не понимаю а сказал что ребенку 6 лет но он маленький орал его на его не воспитывала что ли он не знает слова что ли но он так кричал я был в шоке на руках его еще держит я не знаю но не выгодно такое отношение записывайте счет и туда записываешься ты не готова через рекламу так совпало ну как совпало интересно для что тебя это так надеюсь другие бесплатные только индивидуально они там где люди ты реально бесишь я же думаю напишу и после того как мы закончили реально но это во время того как мы учили типа ну как учили проходили этот урок не думала реально так сбесила я ничего не слышу что говорит попробуй брокколи она нормальная ты знаешь я передумала ее есть рыбу не хочу вообще ну запах вообще ужасно у меня мабуть и будет корольный сегодня целый день запахи желание стараться отказались так что ребята мы реально не взяли вообще нас а на клинии хочется нас вчера мы ели масла по ножке 1 но у нас какой-то идет от него не то что отращение даже не полезно как это сказать у нас может это связано с праздником ну типа мясо нельзя есть те самые такие дни не может быть так что такие дела ребята очень сильно я не знаю мы шарю сделали для себя выводы что если нам нужно будет онлайн занятия то мы будем индивидуально проходить найдем какого-то человека конкретного не знаю надо с кем-то лучше советуются то что конечно молодец аня что нашла но лучше если вам кто-то подскажет который уже человек проходила занятия отзыв отзыв дал о нем знает тогда можно то что мы тебе прошли типа откуда я знаю что это подчудение жарю мы не успевали мне надо быстро тему прориснуть прочитать нам это все и все она не успела кстати в эти 50 минут никак не писаться на торопилась торопилась очень говорит вы успели конечно ничего не успела записать это говорит ну типа на платных занятиях мы будем медленнее все это делать а как медленнее ну как например в группе еще больше больше и каждого какой-то вопрос тогда извините писать минут только уйдут на вопросы да ну минимально мне вообще кажется два часа хотя бы два с половиной три часа вот нормальные занятия и то я вот для себя поняла что надо индивидуально с человеком я буду заниматься два два с половиной три часа на эти три часа я буду углубляться во все разбираться спрашивать дополнительно то что я не знаю не буду стесняться там при всех а так ты видишь человека типа посмеялся что неправильно сказал ты не боишься уже видишь и типа нормально ты можешь конкретно спросить что к чему а это люди кричат как вот это татьяна которая с нами можно я не тоже как решила что не будешь ну конечно мы конечно это они надо лишь видела мы в зум это приложение были и я не вижу смеяться я смеялась но нужно веселилась и типа нас ты кушай рыбу я не могу серьезно тю здрасте золотая капуста не знаю может это там пыль до сна действует так не знаю уже не хочется ни рыбы ничего овощей хочется капуста вот видишь не хочу ни нас или либо эти праздники сейчас же нельзя вообще ничего есть там будет предпаска у нас пятница какая-то там называется не знаю когда там матерь божия что там и там вообще нельзя ничего есть если не ошибаюсь там даже может можно только хлеб и воду пить ну а ты перед пасху задержим ну не только просто вообще считается что нельзя ничего есть в эти дни там три дня перед пасху без пятницы по воскресенье если я не ошибаюсь мы думали в общем пасху печь но потом передумали очень дорого и увидели в фейсбуке шоу микс маркете можно вот я ее я купить ну вообще мне просто вкус земли тебе нет да да она какая-то вообще не очень ну что делать деньги заплатили что теперь есть не знаю я думала что вкусней нет она не пропала она самая светская она выращенная такие что мы не хочу что такие дела ребята погода в Германии сегодня уже плюс 13 то тепло то холодно то жарко батарею уже выключили выключили да я выключила а я думала выключили вообще нет 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 я выключила потому что жарко нет когда прохладно то конечно выключила а этот ждем кстати нашего волонтера во вторник будем разбираться с жоп-центром ну не с жоп-центром а с с НЕВ если я не шевес правильно а у меня нет со Светом но все НВ по-моему как-то с с с увидим что он нам расскажет поведает опять пришло письмо и жоп-центр требует чтобы я предоставила им контракт а контракт у волонтера волонтер обещал в прошлом месяце отправить а не отправила они мне пишут мы не предоставили информацию а у меня нет этой информации у меня нет этого контракта он забрал документы мы тоже прокупили ну да и ключи у него одни есть надо как-то может сказать ему там писали кстати в комментариях не знаю уже проще с ним с Яном этот немецким заниматься ну что же немецкого что там на курсе интересно будет паску может все таки пойдем купим не пойдем конечно купим но наверное это будет на следующей неделе я щас ем авокадо и оно что вкус с салатик как будто дыню ем тебе не кажется так? я очень люблю я очень люблю Диня только которая простоялась там очень плохо ой как я люблю ребятки дома мама мама на огороде раньше помидорчик вот это рядом пахнут идешь срываешь яичницу там помидорчики с салатиком делаешь там огурчик вырвала помидорчики что хочешь баклажанчики перец а щас 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 приходится есть ммм мама сажает нам ну садик она садила говорит картошки да фиа помидоры и так дальше она каждый год этим занимается всяких там капуст разных понабирала не знаю не хочу чтобы она мне отправила видео или фото нагнала картошки все вырусит потом дождя нет большой минус в Одесской области что именно в ихнем районе там районе ну к ним дождь как-то стороной обходит каждый год и там все говорят скоро пустыня будет ааа море не знаю ну да погода всегда отличалась в Одессе и Харькове да да угу мама всегда это горит ну когда ты была в Харькове ты заняла и горела такая погода она горит а у нас другая да я же не помкает ну ты же говоришь мама всегда говоришь что отличается ааа ну верно ой уже не елася а с капусту доим и все ужас Настя ну не хочу я не знаю что с ним делать перевод денег я знаю что будут в своей комментарии а руколу выкинули рыбу тоже выкинете ааа то я же не буду то выставлять короче реально у нас пропала рукола представляете ну да вроде недавно купили новая не открыта она стояла просто на холодильнике да типа поставили на холодильник но я вообще не подумала что она может пропасть ааа запах пропала такое было интересно обидно да мгм брокколи в них вкусно нормально скоро на сухофрукты перейдем там на овощи орешки все зубы позволь зуб не беспокоит кстати тебя ну это когда как сейчас нет у меня тоже сказала по моему что он сделал самодолах я чувствую что самодолах все равно присутствует дырка потому что когда ем я чувствую частички частички этого продукта ну что кушала то и вылазит зуба так и буду говорить у меня он плохо сделал он красиво сделал не мне не болит ничего просто он наверное сильно подпилил где-то наверное это я не вижу но чувствую поэтому может термина не буду ждать свято увижу может на той неделе если будет прям сильно я как-то раскулупаю эту дырку не знаю ну всяко может быть то побегу к нему мы узнаем что он будет делать увидим что это пусто пусто так что ребята такие дела какой у нас букбак может у нас такие скучные каникулы но все же знайте мы ждем вас на канале пишите комментарии задавайте вопросы что вам интересует и пишите хорошие комментарии мы нашли целую до скорых встреч всем пока ммм что а они что не сказали извиняюсь а дожьем да ребята не обращаем внимания на негатив только за позитив подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии и мы кстати говоря будем наверное выходить в эфир каждый вечер да по возможности так что все ребятки хороших вам праздничных дней всего вам самого наилучшего пока